ВОЙНУ Можно много рассказывать и писать о войне, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Мы никогда не увидели бы войну, если бы не фронтовые кинооператоры. Так же, как и солдаты, они рисковали жизнью. В руках у них были не винтовки, а кинокамеры, но они шли в атаку в первых рядах. ВОЙНУ Великая Отечественная война началась для советских фронтовых кинооператоров 22 июня 1941 года и закончилась в мае 1945 в Берлине. Кинокамеры у всех были одинаковые. Американские АИМО, а позднее их аналоги, советские КС-4 и КС-5. Это были ручные кинокамеры с бобиной на 30 метров. Их заводили пружиной. Завода хватало на 15 метров пленки. После этого операцию надо было повторять. 30 метров. Одна минута экранного времени войны. После этих съемок я стал ценить время, минуту. Оказывается, минута – это очень длинный срок времени. Если фронт стоял, то снимали военные будни, артнолеты, разведки боем, солдатский быт. Но каждому оператору хотелось запечатлеть масштабные боевые действия. Каждый стремился оказаться в гуще событий. Семен Школьников фиксировал события на Калининском фронте. Когда ему предложили отправиться в партизанский отряд, он согласился без долгих раздумий. Но к партизанам можно было попасть, только спрыгнув с парашютом. Десантной подготовки у Семена Семеновича не было. Ему предложили пройти ее, сделать пару тренировочных прыжков. Но фронтовой кинооператор Школьников отказался. Нельзя было терять ни одного дня. Я сказал, ни одного прыжка прыгать не будем. То есть мы, вот проинструктируете нас теоретически, мы и выбрасываете нас. Очень долгий торг был, потом, видимо, нас переубедить они не смогли. И решили, ну идет война, ну еще двое погибнут, ну черт с ними. У операторов было задание, не выполнить которое было нельзя. Они должны были снять разгром гитлеровского эшелона для будущего фильма «Народные мстители». Но минируют железные дороги только ночью, когда снимать нельзя. И командир партизанского соединения принял решение идти на операцию рано утром. Все кончилось трагически. Вместо эшелона партизаны наткнулись на немецкий бронепоезд. Потери были большие. Смерть мальчишки-подрывника Семен Семенович Школьников не может забыть до сих пор. Я увидел, что в телеге лежит тот самый парнишка, который дергал за шнур. Он был смертельно ранен. Он умирал. Я видел на финском фронте, я видел уже на этом фронте, как люди умирают, убитые. Ты шагал через них, бежал, когда снимал. Но чтобы вот так вот ты смотрел в глаза человеку, с которым ты вот только что разговаривал, и он умирает у тебя на глазах, было, конечно, страшно. Фронтовые кинооператоры снимали всегда и везде. В наступлении и обороне. На кораблях и артиллерийских батареях. Через смотровые щели танков и из кабин самолетов. В тот момент, когда мы входили, ну, будем говорить, в операторский раш, если так назвать, тут уже мы забывали о том, что это может что-то случиться. Кинокамера была главным оружием хроникеров войны. Семен Школьников до сих пор уверен, что именно она непостижимым образом спасла ему жизнь Белоруссии. Тогда партизанский отряд, где он снимал, окружили немцы. Из котла пришлось прорываться с боем. Я помню, как пули летели, светящиеся, вот летят прямо на меня. И вот, не долетая какого-то расстояния, они вдруг обтекают меня и летят дальше. Что это было, я не могу объяснить. Как будто бы Господь Бог, вот, милый. Камера у меня в руках была. И когда я все-таки перешел вот этот самый обстрелянный участок и оказался в лесу, я упал и стал пить воду из канавок вот этих вот, ну, выемки. Я пил, 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 а потом я увидел свою камеру и начал ее целовать. Мне казалось, что эта камера меня спасала. Весной 1945 года Борис Александрович Соколов вошел в Берлин с частями Первого Белорусского фронта. Задачей киногруппы было снять последний решающий штурм германской столицы. Он снимал на улицах в боевых порядках войск. Одному из первых ему довелось попасть и в рейхсканцелярию. Мы вошли, когда вошли в эту рейхсканцелярию, на меня что выдавило до сих пор тоже. Это колоссальная высота, среди которой, когда я вошел, я почувствовал себя каким-то пигмеем. В этом коридоре и в этом зале, где мы дальше прошли, и в зал, где и глобус был, где все это дело разбито. Но там мы чувствовали себя какими-то, ну, то есть на нас добило вот это условие, условие, в которых оказывался человек. Потому что воля человека там подавливалась. Всего на фронтах Великой войны работало 258 кинооператоров. Погиб каждый пятый. Контужены и ранены были почти все. Сегодня из тех, кто снимал Великую Отечественную, в живых осталось только пятеро. Фронтовые кинооператоры снимали бойцов, идущих на смерть. Увековечивали их для истории. Тысячи метров военной хроники, живая память о войне, ее лица и ее судьбы. В старину о войнах узнавали из рассказов отцов и дедов. 150 лет назад, во время Крымской войны, в газетах стали публиковать первые фоторепортажи с Театра военных действий. Сегодня «Время войн» в прямом эфире. Что будет дальше? Полный эффект присутствия зрителя на месте боев? Вряд ли это многим понравится. Военное дело ненадолго прощается с вами. Мир вашему дому! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА